Доброе утро, крымчане! Спекуляции на ценах в Крыму, особенно в такой непростой период, строго отслеживают ответственные структуры. Насколько корректна стоимость продукта в городе-герое, а также о том, что будет, если предприниматель нарушит политику ценообразования, мы сегодня поговорим с Георгием Туманяном, начальником отдела развития предпринимательства и потребительского рынка Департамента городского развития администрации Керчи. Доброе утро, Георгий! Доброе утро! Расскажите все-таки, как часто проводится мониторинг цен и когда в последний раз вы проводили такой рейд? Ранее данные мониторинги проводились еженедельно и ежемесячно, но на сегодняшний день в связи с последними событиями данные мониторинги мы проводим ежедневно. Последний мониторинг был проведен вчера, а также сегодня наши сотрудники будут выходить и проводить мониторинг. Какие торговые точки обычно вы посещаете? Мы стараемся посещать все торговые объекты, расположенные у нас на территории города, но за основу берем это рынки, а также крупные сетевые наши магазины. Ну вот все-таки, получается, последний мониторинг проходил вчера. Какие нарушения были выявлены? По результатам вчерашнего мониторинга нарушения мы не выявили, цены остались прежними, то есть необоснованных завышений цен мы не выявили, поэтому нарушений никаких не было. А есть, кстати, сегодня дефицит каких-то товаров? Нет, нет. Полки полные, все есть, да, все отлично у нас. Вы отслеживаете цены на продукты только первой необходимости потребительской корзины или, в принципе, все наименования? Своё внимание мы, конечно, заостряем на товарах, социальные товары первой необходимости, такие как у нас мясо, куриное, свинина, молоко, яйца, крупы, колбасные изделия и так далее. Но при этом также мы при мониторингах обращаем внимание на цены, также на другие товары, чтобы не было завышения на них. При мониторинге, когда проводим мониторинг, помимо самого мониторинга, мы общаемся с людьми, с покупателями, спрашиваем у них, видели ли они со своей стороны завышение цен, потому что, может, мы чего-то можем не заметить. Общаясь с людьми, жалоб ни от кого к нам не поступало, все хорошо, все довольны на сегодняшний день. То есть, в принципе, покупатели пока ни на что не жалуются? Может быть, это не просто? У нас единственное завышение, это были в основном на пшеницу, крупы, вот, допустим, вчера на пшено, в одной из торговых объектов мы увидели, там, на 3-4 рубля было дороже. Но данная цена у них была всегда, она была поставлена из-за сорта данного пшена. Так нет, завышения мы не видим. Хорошо, а какие меры предпринимаете в отношении тех предпринимателей, которые завышают цены? С законодательством Российской Федерации предусмотрен государственный контроль над данными ценами. В случае превышения в течение 30 дней в субъекте Российской Федерации цены на 30 и более процентов, то сам субъект уже может устанавливать цену на данный товар, который был завышен. Данные факты превышения цен мы не замечали. В случае, если они будут замещаться, данная информация будет направляться в Министерство промышленности и Федеральную антимонопольную службу. Также нам Министерство промышленно направило рекомендуемые цены, которые планируются. В завышении цены мы не видели. Хорошо, спасибо вам большое, Георгий. Я напоминаю, сегодня у нас в студии был Георгий Туманян, начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка Департамента городского развития администрации Керчи. И мы говорили о том, насколько в Керчи повысились цены на продукты первой необходимости. Коллеги, на этом у меня все. Я передаю вам слово и желаю хорошего настроения. Продолжение следует...